Всем привет! Сегодня будет просто домашний влог. Надеюсь, вам это видео понравится. Я покажу вам пару посылочек, которые мне пришли, так что давайте смотреть. У меня у кошки опять течка. Она вся извивается, как бешеная. Орёт, ходит по коридору, спать не даёт. Вот, смотрите. Такая вот она. Извивается постоянно и мяукает, ходит. Да, Мася? Угу. Сегодня мне пришёл вот такой вот пакетик. Там новая коллекция от Essence находится. Я ещё не смотрела. Давайте вместе посмотрим, что же там у нас лежит. Пакетик пуст. Итак, первое, что я вижу, это румяшки. Вот такая коллекция. We are awesome. Любовная, с сердечками. Смотрите, какие красивые тут румяны идут. С таким выбитым рисунком. Розовые, с блестящим хайлайтером. Вот так вот они называются. Красивая упаковочка такая, лаконичная. И также коробочка какая-то. Ага, тут у нас лежат реснички накладные. И, видите, тут есть стразики. Хорошие реснички, такие ежедневные достаточно. Не яркие. И, как вы видите, эти блёстки нужно клеить на кожу, рядом с глазками. Что-то интересненькое прям. Вот так вот реснички выглядят внутри. Тут, конечно же, есть клей. И в отдельном пакетике лежат блёстки. Также в коллекции есть вот такая вот прикольная косметичка в виде губок. Там тоже что-то лежит. Давайте вместе откроем. Первая это помадка. Смотрите, какой красивый тюбик у неё. С такими объёмными сердечками. Ух ты, смотрите. Помадка в виде сердечка. Классно вообще. Так нежно смотрится. Такой красный цвет. Прям алый-алый. Также вижу два карандашика для губ. Автоматические. Такой бордовый цвет. Розовенький. Вот не пойму, это розовый или красный под помаду. Сейчас сделаю сводчи и проверим. Также есть подводка для глаз. Интересно, какая там кисточка. Кисточка обычная, такая фетровая, тоненькая, достаточно удобно будет. И написано, что она водостойкая, ультра-чёрная. И последнее это какие-то карандашики. Ага, это кремовые тени в карандаше. Я очень люблю кремовые тени. Тут у нас такой розоватый, да, оттеночек. Карандашики выкручиваются. И тут такой нежно-розово-бежевый шиммерный оттеночек. И такой серенький. Ага, и это такой шиммерный металлик серый цвет. Сейчас сделаю все сводчики и вам покажу. И коллекция, кстати, называется We Are. И на каждом продукте разные подписи. То есть We Are Awesome. Далее на подводке We Are Perfect. Реснички We Are Crazy. Тени We Are Amazing. И на помадках We Are Flawless. И вот я сделала сводчики. Первая у нас подводка. Очень чёрная, прям такая насыщенная. Далее помада такого красноватого цвета. Два карандашика. Кремовые тени. Смотрите, как они красиво сияют. И мне очень не понравились. Очень мягкие. И серый оттенок, он в жизни не кажется прям серым. Он такой фиолетово-серый. Как я люблю прям такие. И бежевый, это такой прям нежно-розовый. И последний, это румяна. Отдельно розовый, отдельно белый, шиммерный. И третий, если видно на видео, это смешанный розовый и шиммерные оттенки. Вот. И думаю, видно на видео, как они сияют. Классная коллекция. Сейчас кое-что попробую на себе. Сегодня я не хочу делать яркий макияж, поэтому у меня на лице только консиль, чтобы замазать покраснение. И я хочу также нанести румяшки. Вот такой кисточкой. Сыпется достаточно сильно. Не знаю, видно ли на камере или нет, но мне оттенок понравился. Прям в моем вкусе такой персековато-розовый. Так что да. Пока первое впечатление у меня хорошее. Не совсем уж легенький у меня слой получился. Вот так вот смотрится. Я еще пальцем растушевала. Можно сделать поярче. Я еще подожду, пока помада впитается. Потом уберу излишки, и у меня останется просто такой красивый ягодный цвет на губах. Так что ищите эту коллекцию на прилавках своих магазинов. Очень интересные продуктики. Мне нравится. Очень нравится. И оформление просто потрясающее. Обожаю Essence за такие коллекции. Потому что вообще хочется все скупить. И это очень мило, красиво и качество, как обычно, на высоте. Так что советую. Вчера увидела новый имидж Кристин Стюарта. Она постриглась для нового фильма. И я просто в восторге. Ей вообще любые прически идут. Даже если она побреется полностью на лысо, она будет прекрасна. Я обожаю просто эту актрису. Напишите тоже внизу, кто из вас любит ее. По-моему, она вообще потрясающая. Лицо такое красивое. Еще у меня вот такой вот журнал есть с Кристин Стюарт. CNC, если правильно читаю. В Ашане купила ее вот недавно. У меня любовь началась, конечно же, к ней с сумерек. Но она и так, мне кажется, отличная актриса. Я люблю все фильмы с ней. Также у меня тут на столе журналы лежат. Давайте покажу, какие. Я вот прям редко вообще покупаю журналы. Только если мне интересна обложка. Тут у меня год назад вышел 50 оттенков серого. И вот у меня до сих пор лежат журналы. Потому что я еще не вырезала оттуда все интересующие меня по фотке. В основном для вырезок я покупаю журналы. И вот смотрите, какие они красивые. О-о-о. Мне понравился фильм 50 оттенков серого. Так что да. Опять Кристин Стюарт в журнале Elle. Далее идут Elle Girl с блогерами. Соня и Катя. Тут у нас на обложке Ивангая есть. Не знаю, вот мне прям из-за моей деятельности вот прям тянет покупать обложки с блогерами. Далее вот такие вот у нас персонажи. Из них я, если честно, ни на кого не подписана. Ёлки пять. Ну, достаточно популярные личности. Так что тоже не смогла пройти имя. И вот та Шейдлина. Но тоже я на них не подписана, кстати. Не знаю почему. Но мне нравятся тоже ее фотки. Вот. Вот такие вот журналы у меня тут стоят. И да, ждут своего часа, когда я их все порежу, покромсаю для своих вырезок и ежедневника. У меня тут уже все падает. Как обычно, барахло всякое лежит. Если вам интересно видео про мой рабочий стол, то напишите мне внизу. Обязательно сниму в каком-нибудь тоже влоге. Итак, сейчас будем с вами вместе смотреть, что в этой посылочке. Я сама не смотрела, но она уже открыта, потому что Сережа открыла ее без меня, чтобы проверить на почте, что там лежит. Но я еще не смотрела. Так что будем вместе сейчас смотреть. Это посылка с Роми. Тут лежит одежда. Так, раз, два, ууу, старбек, и три. Начнем давайте с этой, что-то такое велюровое. Ага, это футболочка. Смотрите, какая классная. Такого она бежевого цвета. Мне кажется, мне подойдет. Сейчас померяю. Итак, вот я ее одела. Она немножко великовата, но это не страшно, потому что я ее буду носить под штату, под куртку какую-нибудь или под пальто. И снимать мне видео, так что ничего страшного, потому что она мне великовата. Она достаточно длинная. И такая вот свободная прям. Так что мне очень нравится. С радостью буду носить. Дальше открываем. Вот что-то такое с значком Старбакса. Толстовочка, свитшот. С такими вот резиночками внизу. Легкая такая, тонкая хлопковая ткань. И меня, конечно же, привлек значок, а важная кофе Старбакса. Оно достаточно дорогое. Но иногда я могу себе позволить его. Размер М почему-то вверх ногами. Сейчас тоже примерю. К сожалению, эта кофта у меня оказалась велика. Смотрите, какая она большая. Мне кажется, размер она 2, она большая. Оказывается, мне нужно было S заказывать. Да, очень странно. И рукава, смотрите, какие длинные. Вообще, блин, очень жалко. Даже в такое видео не понимаешь, потому что видно, какая она огромная. Возможно, под пальто можно ее будет носить, если где-то пальто не снимать. Просто так на улице, да, с пальто. Ммм, возможно, так что я не отчаиваюсь. Мне все равно очень нравится принт. Но, да, все не так страшно оказалось. Можно что-то придумать. И последнее. Что-то такое клетчатое. Какая-то рубашка. Та-дам! Зелененькая. Вот такая. У меня такого цвета еще не было. И так, наконец-то, хоть одна вещь мне подошла по размеру. Это рубашка с рукавами 3 четверти. Приятненькая, такая легенькая. Тут даже есть карманы. Она достаточно такая длинная. Можно с узкими скини-джинсами одевать. Можно даже поверх футболки. Вы расстегнуты в виде насиль. Мне кажется, тоже стильно будет смотреться. Так что, да, я этой рубашкой очень-очень довольна. Классный такой изумрудный цвет. И ссылки на эти вещи я, конечно же, вам оставлю внизу. Так что, заглядывайте. И да, классный заказик. Мне, в принципе, все понравилось. Модные, стильные вещи. Так что, я довольна. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Уже 100 тысяч лет. Не могу набрать 6000 подписчиков. Хотя, для меня подписчики не так особо важны. Я не делаю рекламу в своем инстаграме. Просто пощу свои фотки чаще всего. Ну, какая-то красивенькая. Вот. Иногда бывают, что вот устраиваю конкурсы. Два конкурса у меня уже в инстаграме было. И что там еще это выкладываю? Вот. Иногда косметику выкладываю. Ну, просто так похвастаться. Вот. Так что, подписывайтесь, кто еще не подписан. Да-да-да. Знаю я таких. Вот. Кстати, первый раз в свой инстаграм пиарю в своих видео. Что очень необычно. Вот это классная фотка. Я думаю, на сегодня хватит. Вот такой вот влог у меня получился. Надеюсь, вам он был интересен. Как обычно, никакой отдельной информации. Мне кто-то в комментариях написал. Купила новую камеру, теперь снимаешь всякую фигню. Ну, да. Это так и есть. Для чего я еще купила эту камеру. Многим нравятся мои влоги. Так что я буду дальше снимать. Мне они самой тоже нравятся. В основном, знаете, я снимаю влоги как память. Вот. Какие-то вот моменты. Я потом обожаю пересматривать свои влоги. До того, как залить видео на канал в открытый доступ, я тоже его по 10 раз пересматриваю. Так что я люблю свои влоги и буду дальше их снимать. Надеюсь, вам они тоже нравятся. Ставьте свои пальчики вверх. Пишите внизу тоже, что еще снимать во влогах. Потому что это новая камера. Я от нее просто в восторге. Мне она так нравится. И мне просто хочется все подряд снимать. Так что, надеюсь, вам нравится. Какой раз я уже это говорю. Пишите, короче, комментарии. Ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Насколько я бы третий сказала. И думаю, вы ничего не поняли. Ну, да ладно. Мне надо поговорки рассказывать. Да. Все, короче. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok